Добрый день! Добрый день! Во всех мероприятиях из-за некачественной подготовки документации того, что организация торгов выходит уже на вторую половину года и, соответственно, никто ничего не успевает. Поэтому должны кардинально изменить положение дел в этой сфере. Пожалуйста, Ирина Владимировна. Ну, первое, с чего хотелось бы начать, мы с вами одобрили 29 октября проект закона, и он внесен у нас 31 октября. В среду состоятся парламентские слушания в Госсовете по проекту закона о бюджете. Поэтому у всех у вас есть уже коды видов расходов, по которым надо проводить торги. Поэтому, следующий слайд, в соответствии с 44-м федеральным законом уже на сегодня можно начинать планирование закупок, а именно составлять проекты планов закупок и проекты планов графиков. То есть у всех у вас цифры есть. То есть по закону, сейчас я покажу, что дальше по закону мы делаем, но сейчас никто не мешает готовить проекты планов закупок и планов графиков. План закупок официально будет сформирован и утвержден в течение 10 дней после доведения до всех наших министерств и комитетов лимитов бюджетных обязательств. Если у нас второе чтение, как Госсовет проведет, я надеюсь, что это будет до 10 декабря, то мы вам доводим сразу же на следующий день после опубликования лимиты, и у вас появляется уже официальная возможность разместить план закупок. То есть сейчас вы работаете с проектом, еще раз повторяю, на тот момент, когда мы вам доведем условно 10 декабря лимиты, у вас уже план готов, вы его сразу размещаете в сети интернет. И план закупок должен быть размещен в течение трех рабочих дней со дня утверждения. То есть я думаю, что вы сразу после доведения лимитов утвердите эти планы и в течение трех рабочих дней разместите. То есть мы с вами можем выйти на то, что до 20 декабря все будет размещено, если сейчас во всех органах власти мы организуем эту работу. Поэтому так рано выступаем еще в ноябре с той целью, чтобы вы провели эту работу и организовали уже сейчас. План график, напоминаю, разрабатывается на один год, утверждается он в течение 10 дней после доведения лимитов бюджетных обязательств. Это у нас статья 121 44 федерального закона. И утвержденный план график, и все внесенные изменения, которые если будут в течение года происходить, напоминаю еще раз, в течение трех дней в единой информационной системе размещаются. Дальше мы выходим с вами на планирование закупок, которые у нас с вами должно быть завершено в текущем году и все размещено в единой, я так много раз повторяю, единой информационной системе, для того, чтобы вы понимали, что в прошлом году у нас была такая ситуация, что мы довели 29 декабря, а некоторые еще 12 января говорили, что им лимиты не довели. Хорошо, что мы доводили под подпись каждого органа исполнительной власти, поэтому я прошу вас сейчас в этом году отнестись совсем по-другому. Сейчас, если у вас будут все проекты готовы и вы их разместите уже в конце декабря, то уже в январе будут все сроки для проведения торгов. И даже если какое-то оспаривание будет идти, это будет в течение февраля месяца. Поэтому в связи с вышеизложенным по поручению главы республики Сергея Валерьевича все должны сформировать проекты планов графиков и планов закупок с разработкой технических заданий. Потому что некоторые начинают говорить, а мы не знаем еще техническое задание. Вы когда нам давали обоснование бюджетных ассигнований, все давали за подписью министра либо председателя комитета, значит у вас технически все эти технические задания сформированы и есть. Их просто надо сейчас пересмотреть, чтобы содержали детально, в том числе и штрафные санкции за несвоевременное исполнение и возможность введения претензионной работы за нарушение на каждом из этапов, а не в целом по контракту. Ирина Валерьевна, давайте с точки зрения мер ответственности, типовой контракт всем, мер ответственности жесткий. Евгений Константинович, то же самое, что и по ФЦП, значит жесткий контракт с конкретными мерами ответственности. Поэтапно, причем в контракте тоже должен быть расписан, поэтапный план действий. За нарушение этапов точно так же предусмотрена ответственность должна быть. Подрядчик, как правило, рассказывает на протяжении всего периода, да-да, сейчас нагоним, да мы сделаем, да мы сделаем. Соответственно, если мы не видим динамики, что каждую неделю находится должное количество людей техники на объекте, как правило, 90% в конце года эти мероприятия не реализуются. Просто, вот мы сейчас только говорили, что у нас, скорее всего, мы еще будем за 17-й год оштрафованы, мы с Ириной Валерьевной сейчас говорили, это в части невыполнения, то есть по бюджету. Все штрафы, вот мы договорились, то есть претензионную работу к подрядчикам отдельно организовать, Евгений Константинович, там где республиканский бюджет федеральный уплатил штраф в данном случае. Это претензия, и здесь совместно с прокуратурой, прошу тоже буду договорились, да, Сергей Борисович, что проработайте ситуацию, предварение претензий к подрядчикам. Понятно, там могли быть моменты, связанные с заключением договоров, но тоже надо найти, и должностные лица, как себя вели в этом случае, почему не были меры ответственности предусмотрены. Пожалуйста, Ирина Валерьевна. Сергей Валерьевич, ну у нас уже поступают сейчас изменения ко второму чтению проекта бюджета, то есть проработали еще министерства, и мы будем делать ко второму чтению изменения, которые поступили от министерства образования, от министерства здравоохранения, от министерства ЖКХ. Поэтому те, кто ко второму чтению готовит изменения, уже может готовить тоже проекты на вот эти изменения, которые вы нам заявили ко второму чтению, там не все уже наше министерство участвовали. Ну и последнее, что мне хотелось сказать, что Минфин составит сводную бюджетную роспись в течение 10 рабочих дней с датой официального опубликования закона о бюджете. Понятно, что мы не будем ждать 10 дней, как только опубликуется бюджет, мы начнем вам сразу доводить каждому министерству все цифры, все лимиты бюджетных обязательств. Они будут вам доведены в системе региональный электронный бюджет одновременно со сводной бюджетной росписью. Поэтому появятся у вас все основания уже для размещения плана закупок и плана графиков. Следующий слайд покажите. То есть мы, так как мы просчитали, если мы до 10 принимаем, плюс у нас мы вам доведем до 15, дальше у вас есть 3 дня, то есть до 18, ну 20, давайте уже так, чтобы не смотреть, где там выходные. До 20 числа сформированные утвержденные планы закупок и планы графиков, какие закупок, должны быть размещены. Все. В единой информационной системе. Я думаю, что Сергей Валерьевич прямо в конце года можно будет сделать работу, если кто-то из министерств не услышал нас сегодня, я думаю, что принимать уже жесткие меры дисциплинатные. Коллеги, посмотрите, это еще раз говорю, это в ваших интересах в данном случае, коллеги. Давайте договорились, в этом году, то есть все мероприятия, которые озвучила Ирина Валерьевна, должны быть проведены. Ну и соответственно, как вы и сказали, что все процедуры закупок должны быть завершены до 1 марта. Выход на работу по погоде, коллеги, там уже дальше каждый пусть смотрит и так далее. Но по крайней мере, когда у вас есть заключенный контракт на руках, это сразу меняет дело в корне. То есть риски неосвоения уменьшаются в разы. Вот и все, коллеги. И при этом, если подрядчик, мы уже убедились сто раз, подрядчик вменяемый, на этапе подготовки работы оценивает, насколько профессионально был сделан проект. Если проект был сделан неправильно, то есть он не потом, когда уже начал, залез, там все вырыл, завез бетон и все остальное, начинает что-то делать. А именно на старте этого процесса. Но зачастую мы видим, подрядчики тоже не вникают в ситуацию. Сначала делают, а потом приходят в середине и говорят, а вот в проекте были ошибки. Ну, отдельно это уже сейчас с Евгением Константиновичем, я думаю, что он ведет порядок. Буквально в течение недели мы окончательно со всеми этими объектами определимся. Вопросы к Ирине Валерьевне. Пожалуйста, коллеги, по торгам. Есть у кого-то вопросы? Сегодня приглашаю всех на парламентские слушания министров и председателей комитетов. Это в среду. Это парламентские в среду, а сегодня публичные слушания. Там уже более 300 человек записалось на публичные слушания. Вопросы, как вы понимаете, не по бюджету, а в основном к министерствам и комитетам. То есть я в целом цифры озвучу у бюджета, а вот такие уже более детальные вопросы приглашаю всех принять участие. Проходить будет на Александра Невского, там, где был железнодорожный техникум. Министерство образования нам предоставило актовый зал. Да, пожалуйста, Анатолия Николаевна, Борисенко. У меня не вопрос, у меня объявление о том, что Министерство строительства Российской Федерации разработало типовые контракты на строительство и реконструкцию, а также на выполнение проектно-изыскательских работ. Данные контракты прошли регистрацию в Министерстве юстиции и на сайте комитета уже размещены. Поэтому я предлагаю начинать их уже скачивать и изучать. Они обязательно, сейчас они рекомендованы, с 1 июля 2019 года они станут обязательными для применения в работе на строительство и реконструкцию и на проектно-изыскательские работы. Спасибо. Спасибо, Анатолий Николаевна. Евгений Константинович, проанализируйте ситуацию. Достаточно ли мер ответственности в данном случае в этих типовых договорах? Договорились. Нет вопросов, коллеги? Спасибо, Ирина Валерьевна. Так, коллеги, Юрий Михайлович, вы с планерки вернулись? Как у нас там в Симферополе обстановка? В двух словах. Три недели Юрий Михайлович практически работал в поле, то есть в городе Симферополе. То есть подвижки на самом деле есть, однако мы каждый день кого-то догоняем. У нас это ежедневная ситуация. Вчера вечером в последний раз обсуждали, что некоторые наши службы перед уже закладкой асфальта, то есть верхних слоев, вспомнили о том, что они чего-то не сделали. Но обычная история. Юрий Михайлович. На самом деле ситуация по вашему поручению, она выравнивается. Хочу те вопросы, которые вы ставили как поручение, взять на контроль особые, именно в плане ремонта дорог, транспорта, сообщения, вывоза, то есть обращения с твердокоммунальными отходами. Вопрос нормализуется с точки зрения, а те графики, которые предусмотрены были первоначально, мы их пересмотрели по вашему поручению, все графики по ремонту дорог, мы идем даже по сопережениям. Например, улица Севастопольская, если мы планировали ложить третьим слоем, планировалось согласно графику, который уже был переделан по вашему поручению, мы даже и этот график, так сказать, идем с сопережением. Севастопольская улица планировалась, допустим, с завтрашнего дня начинать ложить третий слой. Вчера за целый день положили полностью улицу Севастопольскую, районную часть улицы Севастопольской, положили 1800 тонн асфальта, начали с 6 часов утра, думали в течение суток положили с 6 часов утра до 9 часов вечера. Причем строительство, то есть контроль за качеством выполняется на данном объекте, непосредственно на каждом объекте по ремонту дорог, что касается любых объектов, которые производятся на территории ремонта города Севастополь, везде присутствует строй-контроль, подрядчик и заказчик, то есть круглосуточными режимами работы. То есть те дорожные карты, которые были нами, то есть как бы опубличены, то есть они выполняются, так? Да, в полном объеме. Даже хочу сказать, Сергей Валерьевич, есть такие улицы, которые являются проблемной этой улицей авиационной, Маяковского, в связи с тем, что мы целенаправленно ввели эту работу, чтобы не было транспортного коллапса, поэтому мы сейчас сделали с опережением график по улице Севастопольской, открыли одну улицу, положили третий слой, поэтому было целенаправленно, действительно принято меры о том, чтобы задержать с точки зрения там не строительства, то есть не ремонта данных улиц, тот график, который в любом случае, который поставлен до 1 марта, открыть по улице Севастопольской, значит, транспорт сообщения, в любом случае, значит, сегодня, сегодняшний день работает дополнительно приличная улица Севастопольская, еще 4 единицы техники, которые занимаются демонтажом асфальтового покрытия, приличное дополнительное количество техники, ручник работает и так далее. До 1 марта, и тем не менее, что мы опаздываем с графиком, повторяю, что целенаправленно это делается, тем не менее, то поручение, которое было поставлено, до 1 марта транспортный путь по улице Авиационной тоже будет открыт в полном объеме. Другое дело, там пешеходные переходы, тротуары будут сделаны чуть попозже. А так, в принципе, по всем, повторяю, объектам, и даже Кирова мы идем с опережением. Вы заметили, я сейчас проехал, пробок нет ни на Кирова, поэтому работа ведется в полном объеме. Поэтому первый этап, он пакировано, запущено. Вы знаете, от площади Кубнича до площади Советской. Сегодня полностью завершается строительство даже пешеходных тротуаров по улице Кубанской. Значит, завтра, к концу дня, мы закольцовываем полностью переулок Массив-Каменский, первым и вторым слоем, в графике. Уверен, что те задачи, которые вы поставили, мы выполним даже ранее тех срок, которые определены уже заранее. Что касается твердых бытовых отходов, понятно, жители города Симферополь нам дадут оценку, насколько мы справляемся. Понятно, до идеального еще далеко, но стараемся максимальное количество дополнительным, с привлечением дополнительных средств, техники, ручных работ, и погрузчиков, и самосвалов. Поэтому ежедневно привлекаем дополнительную, на протяжении, это уже четвертая неделя прошла, привлекаем дополнительную технику порядка четырех погрузчиков и 12 самосвалов. Кроме того, что мы выделили, Сергей Ильич, по вашему поручению, выделили дополнительные деньги. План закупки техники опубликуйте тоже в кратчайший срок, Михаил Борисович, по технике мы договорились, городу 100 миллионов, Симферополю, то есть как бы довели, но на 2019 год. То есть поэтому немедленно, то есть полностью должен быть до конца недели опубликован план закупки. И в кратчайшие сроки, вот только строчку увидели, на торги первый рабочий день января уже должны выходить, в первом квартале этот вопрос решить. Эта техника полностью касается уборки, осенизаторская техника, то есть вот то, что мы говорили, то есть было запланировано. Сергей Ильич, эти деньги, которые были выделены, 140 миллионов на закупку техники для МБУ города, я имею в виду, и в том числе техники, которые предназначены для очистки города, и не только для очистки города, для других вопросов, там, обслуживание всего городского хозяйства, значит, то же самое, работа, процесс пошел по закупке техники, сегодня хочу доложить. То есть город должен быть Симферополь, укомплектован в полном объеме техникой, которая необходима для благоустройства, там, ну, выполнения, то есть как бы, хозяйственных работ по очистке города. Так, Юрий Михайлович, у нас сегодня подтверждает, то есть как бы, все службы. Совершенно правильно, Сергей Ильич. Плюс дополнительно были выделены, по вашему поручению, сейчас вот 8 миллионов, и в финансовом бюджете города изыскали еще возможность выделить 19,5 миллионов, в общей сложности 26 миллионов, с учетом средств бюджета республики, выделить на, так сказать, на поддержку предприятия как раз, с тем, чтобы рассчитаться по тем долгам, которые есть, уже сформированы были на, буквально там, 3 недели назад, эта сумма, как бы, составляет порядка 5 миллионов по крымикоресурсу, ну, и плюс будут деньги выделены, уже выделены деньги как граду, именно вот эта сумма, которую я обозначил на ремонт той техники, которая стояла годами, поэтому плюс 10 единиц техники будут в ближайшее время выпущены на, так сказать, на маршруты города Северополя, которые максимально закроют ситуацию, связанную с ТКО. Сергей Ильич, ну, когда вы... Двадцать пять миллионов мы договорились вчера, что я дал разрешение перераспределить те, которые были, то есть, как бы, на ремонт набережной Салгера, к сожалению, то есть, Юрий Михайлович Равник, ситуацию, проект там вообще, ну, непонятно, техническое задание, кто готовил, то есть, как бы, по этой ситуации, просто непонятно, то есть, нет ни эскизных проектов, ничего нет, так, Юрий Михайлович? Совершенно так. Предварительно, то есть, как бы, вообще пальцем в небо, не зная, кто это делал. Ну, поэтому мы отменили всю эту закупку, потому что у нас, действительно, не было бы логического завершения по этой закупке, поэтому, Василий Михайлович, вчера вы дали мне поручение, я сегодня на аппаратном совещании в городе Сиферополь, что эти двадцать пять миллионов пускай расходуют на те нужды, которые не поняли. А в бюджете города прямо, то есть, на первый квартал предусматривают эти деньги, и мы с вами вчера уже нашли, проговорили о том, кто сделает ограждение, наш ГУП, получается, Керченский стрелочный завод спокойно может ограждение выполнить. На торгах искали варианты покупателей, там, два с половиной евро за квадратный метр в евро считали, то есть, как бы, там, в данном случае подрядчики, а по итогу наш ГУП за один евро погонный метр, то есть, спокойно может ограждение сделать. Два с половиной раза дешевле, коллеги. Что-то там искали, не знаю, ну, ладно, не будем сейчас на эту тему, там, как говорится, уже дальше, это больные вопросы. Но, тем не менее, Юрий Михайлович, набережную Салгера на следующий год целиком, полностью должны закрыть ограждениями, тротуарную плитку целиком вдоль сей набережной положить, скамейки и освещение вдоль сей набережной в границах города Симферополя. Сегодня с Михаилом Борисовичем мы говорили, они насчитали, там, предварительно, там, без расчистки русла, то, что мы просили у Дмитрия Николаевича Кобылкина, деньги, то есть, как бы, там, 117 миллионов просили, 146 просили, потом сказали, меньше будет, там, около 117. Да, ну, после экспертизы, сейчас вышел документ после экспертизы, там, 107 миллионов рублей. На расчистку русла Салгера. И предварительно сколько? 89 миллионов, Михаил Борисович, по вашему... 89 это ограждение, да, замена, изготовление и замена. Уже с учетом цен, которые дал ГУП наш Керченский сделочный завод. Плитка тротуарная, то есть, однотипная, я говорю, скамейки и освещение вдоль сей набережной. И хоть эскизный-то какой-то проект, то есть, вообще ничего не нашли в документах города? Ну, хоть как они предполагали, то есть, как бы, что это будет выглядеть? Ну, как бы так вот, все представляют так вот, как, ну, как-то так представляют. Ну, в смысле, за чаем фантазировали, что ли, или что просто? Да, фантазии есть, а вот, чтобы положить на бумагу и показать, что это, вот, эскиза хотя бы, что-то, вот такое освещение будет, что-то именно... Полет воображение, ладно. Полет воображение, на самом деле, да. Хорошо, договорились, коллеги. Значит, по Симферополю приводим соответствие. И, значит, вчера мы еще, коллеги, по городу Симферополю решение приняли, но сейчас вы источник финансирования определяем. И еще 100 закупаем лязов, таких же, которые ходят на сегодняшний день на трассе. Значит, в городе Симферополе на маршрутах ходят. Значит, 50 за деньги города, 29 вчера уже поехали забирать, то есть, получать. 29 новых будет больших лязов. И еще 100, около миллиарда рублей это будет стоить. По моему поручению, министр транспорта в Москве находится. С ГТЛК сегодня ведет переговоры, обсуждаем там ряд вопросов и через ГТЛК, и впрямую за счет республиканского бюджета. Но должны мы наладить транспортное сообщение. В Симферополе, к сожалению, большому, то есть, видим, что подвижной состав обновить сегодня, кроме государственных учреждений, вряд ли кто-то сможет. А автобусы, которые используются МУПом Горавтотранс, они не вызывают ни у кого из жителей отрицательных каких-то эмоций, нареканий. Вот опрашивали людей, то есть, по расписанию ходят и так далее. Поэтому для нас с вами это возможность регулирования тарифов, возможность консолидации, то есть, как бы денег, которые поступают за оплату и так далее. Потому что сегодня, к сожалению, эта работа на полу валяется, мягко говоря. До 21-го давали поручение, 21-го числа будет вам представлена министром транспорта схема общественного транспорта. Оптимизация с тем, чтобы убрать задвоение с маршрутов Крым-троллейбуса, МУПа Горавтотранс и так далее. То есть, потому что оно получается так, мы платим лизинг, дурные деньги, то есть, как бы ежегодно там больше 500 миллионов республика, а кассу собирают частные перевозчики перед Крым-троллейбусом и МУПом Горавтотранс. Ну, коллеги, ну, так не пойдет. Причем это, Сергеевич, в рамках англомерации, то есть, Симферополь, Симферопольский район. Будут и автобусы ходить, в том числе, Симферополь, Симферопольский район. Да, да. Да, решение такое приняли, коллеги. Источник финансирования в течение двух недель будет подтвержден. Сергеевич, как только вы, то есть, 21-го числа мы вам озвучим эту схему, то есть, как бы будет представлена вам схема презентации, как только вы даете согласование, значит, в течение двух недель, как вы сейчас сказали, будет представлена финансовая модель с точки зрения, с какими необходимыми средствами определить для того, чтобы эту схему, которая будет наработана, значит, в каких частях применять. И до среды мы с вами договорились, значит, Михаил Борисович, с Натальей Федоровной, что вы вносите предложение в части реализации больших инфраструктурных проектов города Симферополя. Это водоподача, водоотведение в данном случае, это касается, вот, канализация старый город, ну, вот, касаемо Петровской балки, там, Няполя, Скифского и так далее, то есть, как бы, это Украинки, то есть, тоже вопрос канализации и водоподачи. То есть, как бы, у нас, ну, на самом деле, сети находятся в ужасном состоянии. Поэтому в среду ставим точку в этом вопросе, то есть, как бы, я буду обращаться к руководству страны в плане поддержки материальной для решения этих вопросов. Договорились. Хорошо, Юрий Михайлович, ну, вот, оказывайте содействие просто, чтобы мы город, вот, планово, то есть, полностью все эти проблемы могли решать, то есть, вот, тот опыт, который у вас появился в результате этой работы, и хочу вам сказать спасибо и другим коллегам, кто работал в городе последние, там, три недели. На самом деле, изменения есть. Жалко, что таким способом приходится эти изменения достигать. Спасибо, коллеги. Так, мы, смотрите, думались заслушать сегодня Минсельхоз и Кимову Маргариту Григорьевну, но предлагаю перенести, Юрий Михайлович, по сельхозкооперации сначала, то есть, как бы, сначала подготовить, то есть, мы еще раз, еще раз заслушаем в рабочей группе, то есть, как бы, окончательно, чтобы не было вопросов, то есть, как бы, и дальше двигаемся. Деньги мы с вами заложили на следующий год, 60 миллионов, так? Да, да. Да, то есть, давайте еще сам механизм, сам проект, то есть, как бы, еще раз, то есть, как бы, вот, доработаем в рамках рабочей группы. Мы договорились, там просто были еще вопросы. Хорошо. Да. Договорились тогда? Хорошо. Спасибо, Маргарита Григорьевна. По сельхозкооперации следующий Совмин тогда докладываем, да, а деньги зарезервированы. Да, если, Юрий Михайлович, там, пожалуйста, смотрите как. Спасибо. Так, коллеги, вопросы есть по информациям, которые были озвучены? Пожалуйста, Лариса Николаевна, там есть пакетное голосование. Следующее, с 28 по 32, это... Это выдача разрешений на расположение объектов на земельных участках. С 33 по 37 утверждение схем расположения земельных участков, дача согласия на проведение аукциона на заключение договора о аренде земельных участков. И один вопрос прекращения действия разрешения на размещение объекта. И с 38 по 49 включительно. Это имущественные вопросы. Один объект на приватизацию, потом предоставление под инвестпроекты имущества, уточнение и технических характеристик переданного уже ранее имущества. Хорошо, коллеги, есть вопросы, замечания по повестке дня? За повестку голосуем, кто за? Против. Спасибо, принимается. Первый вопрос. Списание обязательств по облигациям с государственного долга Республики Крым. Кивикорина Валерьевна, министр финансов. Пожалуйста, Леонид Ивановна. Данный проект разработан с целью списания долговых обязательств с государственного внешнего долга Республики Крым в сумме 505,4 миллиона рублей. Распоряжение Совмина подготовлено в соответствии с законом Республики Крым о бюджете Республики Крым на 2018 год. Этот долг у нас образовался по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым общей номинальной стоимостью 133 миллиона украинских гривен в количестве 133 тысячи штук, выпущенных в 2011 году. Советом министров был утвержден порядок выплаты средств по соглашениям об урегулировании финансовых претензий, связанных с исполнением государственного внешнего долга, согласно которому все держатели облигаций могли обратиться с заявлением о погашении облигаций в срок до 1 августа 2018 года. Никто из держателей облигаций не обратился с письменным заявлением, поэтому так как от владельцев облигаций не поступило никаких заявлений, то согласно закону Республики Крым о бюджете долговое обязательство по облигациям, не предъявленным к погашению, считается полностью прекращенным и списывается с государственного долга Республики Крым. Соответствующая запись будет внесена в долговую книгу Республики Крым. Прошу поддержать списание. Вопросы есть? Это еще украинский период, это чистый город, если я не ошибаюсь, был. Да, это были облигации. Да, кипрские облигации, к сожалению, да, такая ситуация, но тем не менее внешние долги надо платить. Коллеги, есть вопросы? Голосуем. Кто за? Против. Спасибо, принимается. Вопрос второй. Об установлении сроков использования информации, указанной в градостроительных планах земельных участков, утвержденных до 1 января 2017 года. Конов Сергей Борисович, министр строительства архитектуры, пожалуйста. Городостроительным кодексом Российской Федерации установлено, что информация, указанная в градоплане земельного участка, может быть использована в течение срока, который установлен нормативно-правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. И не может быть менее чем 3 года и более чем 8 лет со дня вступления изменений в градостроительный кодекс. Проектом постановления предлагается установить, что срок действия ГПЗУ, выданных до 1 января 2017 года для строительства объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, реализуемых в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым, устанавливается в течение 6 лет. Результатом принятия данного проекта будет являться установление возможности продолжения работ по строительству объектов капитального строительства, реализуемых в рамках ФЦП, так как зачастую такие объекты являются технически сложными, Вопросы есть, Сергей Борисович? Голосуем кто за? Против? Спасибо, принимается. Вопрос третий. Об утверждении порядка ведения реестра операторов курортного сбора на территории Республики Крым и перечные сведения, содержащихся в нем. Волченко Вадим Александрович, министр курорта и футуризма. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Валерьевич, уважаемый Фимзевич, уважаемые коллеги. Вопросы с третьего по шестой в принципе посвящены реализации норм федерального закона о проведении эксперимента по реализации курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае. Если позволите доложить их, может быть, в комплексе, потому что они взаимосвязаны. То есть по всем трем вопросам даете общую информацию? Четыре вопроса, они общие по большому счету. Третий, четвертый, пятый, шестой, да? Да. Пожалуйста. Необходимо принятие четырех пакетов из четырех постановлений. Это первый пакет в рамках дорожной карты. Необходимость в связи с необходимостью обеспечения проведения на территории Республики Крым эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Введение курортного сбора на территории Республики, напомню, с 1 мая 2019 года в муниципалитетах Алушта, Ялта, Судак и Феодосия. В постановлении об утверждении порядка введения реестра операторов курортного сбора на территории Республики Крым и перечня сведений, находящихся в нем, необходимо его принятие в целях сбора, хранения, обработки и предоставления информации об операторах курортного сбора на территории Республики. В постановлении об утверждении порядка и сроков предоставления в Совет Министров Республики Крым проекта ежегодного отчета о ходе эксперимента по развитию курортной инфраструктуры на территории Республики Крым, а также об определении уполномоченным органам исполнительной власти Республики Крым и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Крыма 29 июня 2014 года. Данным проектом постановление предусмотрено наделение Министерства курортов и туризма Республики полномочиями по осуществлению регионального государственного контроля за соблюдением законодательства о курортном сборе. И, наконец, об утверждении порядка формирования и осуществления деятельности Общественного совета по вопросам проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. Данным проектом предусмотрено создание Общественного совета при Министерстве курортов и туризма в целях осуществления общественного контроля за целевым расходами бюджетных ассигнований Фонда развития курортной инфраструктуры в Республике Крым. Все это с федеральным законом. Хорошо поддержать. Уважаемый Сергей Валерьевич, коллеги, технические ошибки в фамилиях и именах детей вносим изменения, исправляя ошибки. Есть вопросы, коллеги? Голосуем кто за? Против? Спасибо, принимается. Вопрос 8. О внесении изменений в распоряжение Совета Министров Республики Крым 15 апреля 2015 года, номер 340. Об информационно-аналитической системе Республиканская образовательная сеть. Гончарова Наталья Георгиевна, пожалуйста. Приводим в соответствие именно наименование информационной системы Крымская Республиканская образовательная сеть, частью которой будет являться модуль электронной очереди в дошкольные учебные заведения. Коллеги, есть вопросы к Наталье Георгиевне? Голосуем кто за? Против? Спасибо, принимается. Вопрос 9. О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Крым 13 октября 2015 года, номер 610. О совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Совете Министров Республики Крым. Попов Александр Степанович, первый заместитель, представитель Госкомитета по делам междунациональных отношений. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Сергей Валерьевич, Ефим Зисевич, коллеги. Проект постановления Совета Министров Республики Крым подготовлен в связи с необходимостью внесения изменений в постановление Совета Министров от 13 октября 2015 года. О совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при Совете Министров Республики Крым. Проект согласован со всеми заинтересованными исполнительными органами государственной власти. Реализация проекта не требует выделения дополнительных средств из бюджета Республики Крым. В проекте есть незначительные изменения, поэтому прошу принять проект с доработкой. Есть вопросы, коллеги, к Александру Степановичу? Голосуем, кто за? Против? Спасибо, принимается. Вопрос 10-й. О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Крым от 11 ноября 2014 года, номер 435, об утверждении порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Крым. Лисовская Чудинович, Анастасия Борисовна, первый заместитель Госкомитета ветеринарии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Проект технический и необходимость его принятия связана с внесением технических правок в порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Крым и связана с проведенной реорганизацией подведомственных комитет ветеринарии и учреждений. Проект согласован с заинтересованными ведомствами. Прошу поддержать. Есть вопросы, Анастасия Борисовна? Голосуем, кто за? Против? Спасибо, принимается. Так, вопросы с 11 по 27-й. То есть мы уже говорили, Лариса Николаевна объявляла, то есть голосование пакетом. У всех повестка дня есть. Сергей Валерьевич, а можно... Да, пожалуйста, Анастасия Владимировна. Кроме 21-го. Да, кроме 21-го. 21-го исключаем. Я попрошу в этот же пакет довключить вопросы с 28-го по 32-й, потому что они, в принципе, однотипные, с теми, которые... Все одинаковые, да? Кроме 21-го, с 11-го по 32-й, кроме 21-го вопроса, коллеги. Есть вопросы? То есть голосуем пакетом, кто за? Против? Спасибо, принимается. Значит, вопросы с 33-го по 37-й. Значит, это вопросы у нас, касающиеся об утверждении схем расположения земельных участков, в основном за федеральными подведами. Коллеги, есть у кого-то вопросы? Голосуем, кто за? Против? Спасибо, принимается. Из 38-го по 49-й. Вопросы закрепления имущества за подведомственными организациями, учреждениями и за органами государственной власти. Коллеги, есть у кого-то вопросы? Голосуем пакетом, кто за? Против? Спасибо, принимается. Вопрос 50-й. Награждение почетной грамоты Совета Министра Республики Крым. Пожалуйста, Лариса Николаевна. Отличившихся крымчан за добросовестный труд предлагается наградить в связи с Днём Конституции, Днём работника налоговых органов и Всемирным Днём футбола. Всемирный День футбола? Когда у нас? И в декабре. К этому тоже приурачиваем награждение? Да. Слава Богу, ладно. Все кандидатуры прошли нашу комиссию по наградам. Слава Богу. Значит, коллеги, по этому вопросу голосуем тогда, да, у нас? Да. Голосуем кто за? Против? Спасибо, принимается. Коллеги, значит, у нас ещё какой вопрос, но мы уже говорили ещё раз с Ириной Валерьевной и с Ларисой Николаевной. То есть я прошу Министерства экономического развития, Людмилу Сергеевну, это касаемо регламентов получения услуг в органах муниципальной власти. Начинаем с города Симферополя, просто пройти ногами, вот исходя из информации, которая есть на сайте администрации города Симферополя, в какие кабинеты, куда обращаться, ну и, соответственно, пройти все цепочки предоставления услуг. Насколько удобно, насколько комфортно, насколько быстро, насколько квалифицированно гражданам, то есть дают ответы, разъяснения, то есть как бы или выполняют в принципе свои функции прямые. Ну поскольку, ну зачастую мы видим, что поход в органы власти превращается в испытание для граждан, и не только для симферопольцев, к сожалению, большому. Поэтому давайте с города Симферополя, то есть как бы полностью весь перечень, наверное, берём. У нас много сотрудников, которым тоже надо делать, я уверен, свои документы оформлять, вот они должны с хронометражом, без всяких, никому не представляясь, идти спокойно по администрации. И по итогу окончания этого процесса, когда мучения закончатся, сказать, то есть это у меня заняло столько-то времени, и мы с вами должны понять, то есть как бы какие необходимо внести изменения в эти регламенты для того, чтобы этот поход превращался, наоборот, в радостное событие, а не в испытание, коллеги. Это не только сейчас Симферополя касается, но Симферополь в первую очередь с учётом смены практически 100% администрации города Симферополя. Договорились тогда? Прямо надо вот группу, то есть как бы сесть разобрать с коллегами. Ирина Валерьевна, договорились, да? Анализируем ситуацию совместно. Так, коллеги, что ещё? Какие вопросы, замечания, предложения? Что мы с вами ещё не обсудили? Тогда всем спасибо за работу.